Добрый день! Сегодня 18 декабря 2022 года. Ко мне приехала коробочка, где должен быть Рейминкс. Рейминкс большой, круглый, красивый. Коробочка явно меньше, чем Рейминкс должен быть. Я понимал, что он будет разобран. Но надеюсь, что хотя бы шарик привезут мне собранным. Но видимо нет. Я коробку не открывал. Возможно там вообще куча пенопласта и все. Но вес какой-то есть. Что-то там шевелится. Давайте открывать. Это все-таки анбоксинг. Анбоксинг юбилейный номер 400. Скальпель. Пациент. Открываем. Что-то там внутри точно есть. Наверняка. Ну, я уже что-то оранжевое вижу. Полиэтилен. Куда без него. И большой мешок. Большой мешок. И еще полиэтилен. Все. В коробке больше ничего нет. Убираем. Сквозь мешочек просвечивает картинка. Вэри Пазл. А, это даже рюкзак. То есть надо носить с собой в рюкзаке. Читаем. Рейминкс. Диайвай. Буэк. Вэри Пазл. Тут QR-код. Ну, вероятно, он ведет на сайт. Вэри Пазл. Я там уже был. Завязочки. Веревочки. Это что? Отверстие. Нет, это просто немного мусора. Ага. И. Ого-го. Вот это вот. Мелочь. Мелочь. Это уже страшно. Я думаю, тут будет покрупнее детальки. Вот такие вот, например. Я очень надеюсь, что здесь деталек нужное количество. Сейчас соберу. Это безобразие вэри Пазл. Все брендированные. Дальше. Мешочек, в котором еще мешочки. Все черное. Наверное, ничего не видно. Какие-то мелкие-мелкие детальки. Отдельная штука. Бумажка. Сейчас бумажку посмотрим. И еще мешок с кучей деталек. А, нет. Еще что-то. Винтики, болтики, шайбочки. Беда в том, что Remix, хоть и выпущен всего лишь года три назад, но сейчас в собранном виде не купить. Вначале-то можно было сделать на сайте Вэри Пазл, доплатив там сколько-то долларов и привезут его собранный, оклеенный, сразу красивый, готовый. Но я тогда что-то не стал покупать. Отложил на потом. А потом они стали продавать только так. Это печально. Я не очень люблю собирать головоломки механически. А, здесь вообще крестовина есть. Нет. Зачем вот это все? Давайте посмотрим. А, ну здесь вот еще стикеры. Стикеры. Remix. Это старший брат Татминкса. Это Татминкс. Ну, Гига Татминкс написано. 1700 плюс деталей. 32 оси. Книжечка. И тут написано, где, чего, каких. Так. Такая одна. Не видно. Вот такая вот деталька одна. Не знаю для чего. И вот такая одна. Остальных всех побольше. Ну и тут я надеюсь... Да, инструкция по сборке. Это будет, наверное, увлекательно. Нет. Весело. Тоже нет. Быстро. Очень вряд ли пропустил страничку. Вот такую вот. Но я собираюсь это сделать. Возможно, кого-то буду привлекать. На помощь. На помощь. По крайней мере, стикеры точно будет клеить жена. Но вот пока так. Я не просто так сказал дату. 18 декабря 2022 года. Потому что выйдет это видео, когда я соберу полностью. Наклею стикеры. И попробую увращать эту чудесную головоломку. Сколько времени пройдет? Я не знаю. Я сделаю этот заказ немного заранее. В Китае на Алиэкспресс. Там было в продаже всего 5 штук. Когда купил я, оставалось 4. На момент публикации не знаю, сколько будет. Обошлось все это 1008 примерно так рублей. Но я бы доплатил 1000 или 2, чтобы мне его собрали. А так буду пробовать сам. И продолжу видео, когда что-то изменится. Субтитры сделал DimaTorzok И снова здравствуйте. Сегодня уже 8 января. Вот чего я достиг за это время. Занятие нелегкое, нудное. Но вот я что-то смог. Как видите, стикеров еще нет. Но механически почти все собрано. Как здесь и написано. А здесь было более 1700 деталей. Что самое грустное в этих деталях. То, что они все, но не все, а большинство, стоят из двух частей. Самые мелкие, мелкие, все равно из двух частей. То есть, тело деталей, которые мы видим, и ножка. Их нужно соединять. Большинство из деталей сделаны так, что их не соединишь неправильно. Но некоторые, при наличии хорошей мужской силы, можно соединить не так, как они задумывались. К примеру, вот композиция вокруг одного уголка. И здесь три таких вот боковых, будем говорить, что это ребра. И вот такие вот центрики по вершинам угла. И они все визуально похожи, хотя по факту это разные детальки. Если вот с этими уголками, угловыми центрами, разработчик предусмотрел, сделал так, что их нельзя соединить неправильно, надо просто мучиться потом их устанавливать как-то, то вот с этими детальками старания было меньше. И при желании, крышку от этого можно посадить на ножку от этого. Чем я и занимался, имея крепкие пальцы. И думал, что ж так тяжело это все идет. Ну, в итоге потом часть деталей разбирал и пересобирал. И вроде, кажется, я угадал с тем, как все собрал. Но что было грустно? Грустно было то, что деталек не хватило. Вы видите здесь кое-где малярный скотч. И этот малярный скотч говорит о том, что что-то не так. Открываем и видим здесь зияющие отверстия. Вот этих деталек крышка есть, ножки не было изначально в комплекте. А тут в основном всех деталей по 60, у некоторых по 30. Так вот, этих было 59 ножек. Почти во всех модельках разных деталек были запасные. И запасные у меня остались, я их сейчас покажу. Но здесь вот и запасной не было. И вместо нее лежала какая-то другая от центрика такого. Все было расфасовано по пакетикам, как помните. Ну, поэтому я загрустил. Но решил, прежде чем написать китайцу, вернее китайца написал, он мне говорит, каких деталек не хватает. И прежде чем ему ответить, а это было еще до нового года, я заметил пропажу, я решил механически все собрать. И в итоге выяснил, что не хватает еще деталек. Вот этих. Ну, эти либо я сам потерял, либо обсчиталось, когда их пересчитывал. Ну, в итоге две вот таких вот бреши. У меня осталось, я их вот так скотчем залепил, чтобы не разваливалось здесь. И тут еще вот есть некоторые пометки. Это центрики, которые, на мой взгляд, стоят неправильно. Ну, при сборке я, видимо, что-то поставил не так. И я хотел с ними разобраться чуть позже. И заодно все это китайцу написать, вдруг пришлет. Но если не пришлет, будем как-то решать вопрос по-другому. Также при механической сборке уже готовых деталек тоже нужно быть внимательным. А здесь разработчик пытался меня предупредить. И вот здесь вот на одной из страниц вот показано, что вот как оно должно быть ориентировано. Сначала поставьте вот эти вот детали. А это детальки между шестиугольными центриками. Вот этими. Вот эти вот ребра. Поближе. То есть симметричные ребра вот эти, говорит, сначала установи. Их как-нибудь сфиксируя, потом собирая стальное. Но я несколько собрал, они все сыпятся, сыпятся. Я решил собирать блоками. Причем смотрю, вот эти детальки очень свободные и прям выпадают. Думаю, ну, наверное, потом как-нибудь раскрепятся. Но это была глупая идея. На что-то надеяться. В итоге я собрал треть элементов. И какие-то прям свободно выпадали, а какие-то другие. Вот между пятиугольным и шестиугольным центром приходилось прямо запихивать. Я не знаю, как я их не сломал. Но опять, сила есть, ума не надо. В итоге я начал понимать, что ну совсем что-то не то. И решил все перепроверить. Ну, оказалось, что надо было вот эти центрики правильно повернуть. Мне казалось, что у них нижняя часть симметричная. Но нет, она повторяет контуры вот этого. Вот она такая запасная деталька. Нижняя часть, вот эта, повторяет контуры самой детали верхней. И она, ну, не симметрична. То есть поворот вот такой вот на 120 градусов имеет значение. И в итоге у меня вот эти вот центрики были неправильно повернуты. И мне пришлось опять пересобирать и заново собирать. В итоге сразу скажу, что физическая сила нужна в основном при сборке вот этих вот деталек. Это вот основной шар собирается сначала, а потом двумя слоями нанизывается на него все остальное. Здесь вот такие вот разные детали. И это, наверное, была самая простая часть сборки, самая понятная. Просто надо было вот эти маленькие защелки, которые есть вот здесь, тоже лишние остались, туда силой продавливать. Ну, соединяя, к примеру, сюда и сюда. Вот так вот туда их защелкивать. Тут действительно там отверточкой приходилось либо об стол, либо пальцами силой вставлять. При основной же механической сборке этого не требуется. Все должно собираться легко и по пути вращаться. И что важно. Вот эти центрики, шестиугольные и пятиугольные, крепятся на винтиках и гаечках. Они вот такие вот микроскопические. Это гаечка, такая прозрачная, а это винтик. Ну и мне потребовалось, естественно, использовать тонкую отвертку для сборки. А вот эту гаечку, которую даже не видно, я фиксировал плоскогубцами, чтобы она не вращалась. То есть как это выглядит. Вот как на этой картинке. Треугольная деталь, шестиугольный, винтик, гаечка. Треугольная, шестиугольный, винтик туда, гаечку. Сейчас нужно будет с обратной стороны. Так. И вот сюда гаечку. Да, я держал отпускогубцами, но потом вспомнил, что помимо пакетиков был еще вот такой вот инструмент, который никуда не лез. И сюда как раз, я думаю, помещается гаечка. Я уж когда все собрал, про него вспомнил, но так и не использовал. И можно гаечку фиксировать, а потом закручивать. Не повторяйте моих ошибок. Это не смертельно, конечно, но, наверное, жизнь бы упростила. Вот в этом пакетике я оставил детальки, которые мне не хватило. Вот верхняя часть, а нижней нет. И вместо нижней вот другая от уголка. Полезной штукой оказалась вот такая подставка. Когда еще здесь деталей мало, и у нас торчат вот эти центры, можно так вставить внутрь центр, и оно держится, не катается. Потому что на центрах стоять неудобно. Ну и, наверное, стоит показать вращение. Я чуть-чуть пока повращал. Все, не хватает времени проверить правильные сборки. Но оно как-то вращается. Не особо легко. Но вращение происходит. Здесь есть пятиугольный, шестиугольный, как я уже не раз сказал, центры. И мы при повороте шестиугольной грани видим, что вот такой вот получается. Ну, нельзя их поворачивать на один оборотик. То есть на 60 градусов надо поворачивать только на 120. Ну, как и на обычном татмингсе. А вот так я потихоньку пока вращаю. Изредка что-то здесь выпадает, поэтому вращаю только на столе. И можно вращать еще отдельно верхний слой. Но пока это туго происходит. Детальки притираются друг к другу. Встают на свои места. Хочу сейчас пока какое-то время вот так повращать. Вдруг что где выпадет. И заодно посмотреть, где какие элементы неправильно стоят. Если вдруг переставить. Вот пару дней еще на это посвящу. Потом напишу у китайца, чтобы он мне выслал недостающие детальки. Вот еще пятиугольная грань. Вращается получше. Хотя изначально вот эти центрики крутились хуже. Не затягивайте их сильно, когда закручивать будете винтики. Надо, чтобы они свободно вращались. И тогда остальные детальки, которые подсовываются под них, будут, наверное, вставляться лучше и легче перемещаться. Вот, пятиугольная. Внижняя грань. Да, это татминг с 5 на 5. И как и там, пятиугольный можно вращать вот на один оборотик. Получается на 72 градуса. Опять граней. 360 поделить на 5 будет 72. А шестиугольный вращаем только на 120. Иначе дальнейший поворот будет возможен только с механическими повреждениями. Вращаем на 60. Здесь начинает элемент все торчать. Да, этого недостаточно. Вращаем еще. После этого возможен следующий поворот. Опять центр шестиугольный. Все торчит. Вращаем еще. И до публикации анбоксинга номер 400 остается чуть больше месяца. Я не знаю, успеет ли у меня решиться вопрос с недостающими детальками. Вот мне еще отмечены детальки, которые надо проверить. Мне кажется, я уже почти уверен, что не тот или не там элемент стоит. Их вот так вот пометил. Посмотреть на них. Вот если не решится до публикации, значит будет мой анбоксинг черненький. То есть без стикеров. То есть я не буду его оклеивать, пока механически не будет полностью исправен. Оголонка так по себе-то легкая. Казалось, что должно быть тяжело. Но внутри пустой шар. Так что как-то так. Я надеюсь, что будет еще включение и в нем я не буду говорить, что ой как грустно, ничего не получилось. Смотрите вот на такое. Ну, не исключаю такой вариант событий. Пока буду потихоньку крутить. Мне нравится как пятислойные. Не знаю, сколько времени идет на сборку уже поворотами. Но пока это что-то монументальное. И самая большая, хоть и не самая дорогая головоломка в моей коллекции. Ну, пока она еще полноценно не работает. Надеюсь, скоро увидимся. Очередное включение. Сегодня 29 января. Вот мой Ray Minks. Раненый. Все еще стоит. И на днях мне приехали детальки. Их прислал продавец. Сейчас он с радостью откликнулся на мою просьбу выслать запасные детали. И прислал их аж 4 штуки. 4, причем из двух элементов каждая. Ну, наверное, стоит вставить. Я не стал делать этого без камеры. Отлепляем пластырь. Вот она, брешь. И нужно вставить сюда вот эту детальку. Их у меня таких теперь 4 лишних. Должна подойти. И она вроде встала внутрь. А вот это вот симметричное ребро. И как раз такая деталька здесь и была нужна. Попробуем вращать. И оно вращается. А что это значит? А это значит, что осталось наклеить стикеры. Это делать буду, конечно же, не я. Но процесс скоро будет запущен. Вот это черно-бликующее многогранное изделие наконец-то станет цветным. И вот тот день настал. Сегодня понедельник. 13 февраля. По расписанию сегодня выходит анбоксинг номер 397. Но я наконец-то записываю финальную часть видео для 400-го. Да, рейминкс готов. Стикеры всего хватило. Пусть это было не так просто, как планировалось. Но это законченная головоломка. И даже можно вращать. Некоторые, конечно, элементы еще вылетают. Но я думаю, это разработается. Что можно сразу сказать по стикерам. Я достал, кстати, свой обычный Татминкс. Это же Гига Татминкс. Рейминкс который. А вот обычный скоростной, вогнутый Татминкс. И после Рейминкса он кажется таким крохотным. Таким маленьким. Таким хорошеньким. Я его специально вчера собрал разок, чтобы вспомнить, как это все делается. Стикеры на Рейминкс, конечно же, наклеила жена. И я хотел сделать цветовую схему, похожую на Татминкс обычный. И это не вышло. Поначалу мы старались. Если поставить одинаково, то можно увидеть сходство. Белый, белый, желтый, желтый, фиолетовый. Ну, вместо розового пришлось вот такой вот. Дальше тут зелененький. Тут еще какой-то розово-красный. А тут уже пошли какие-то отличия. Набор цветов для Гига Татминкса и для обычного Татминкса разный. И там, и там были запасные. Но на обычном Татминксе были черные наклейки. А на Рейминксе их не было. А здесь я два раза черный использовал. Не знаю, возможно ли сделать одинаковую цветовую схему. Теоретически, наверное, да, если их оклеивать одновременно. Но и с Татминксом были какие-то трудности, неразберихи с этой цветовой схемой. Потому что картинка не совпадала со стикерами. Но если взять Рейминкс и попробовать повторить схему Татминкса, то у меня не вышло. Тут многие цвета пришлось заменить. Но это не критично. Не так важно. Был в комплекте вот такой еще логотипчик. Который наклеивается. Ну, я наклеил на бежевый цвет. Потому что белый, маленький. Такой ребристый. С пёстрой поверхностью. А в общем, все хорошо. В процессе оклеивания на это шел целый вчерашний день. В воскресенье. Была замечена еще деталька, которая стоит не там. Я ее поменял. В предыдущей части видео вы могли заметить, что куча деталек были оклеены скотчем. И я их перепроверял. И на самом деле очень много нашел неправильно стоящих деталек. То есть на каждом этапе сборки, подготовки к ловоломке это можно обнаружить. В итоге, сейчас этот Рейминкс полностью функциональный. Вращаем. Два слоя. Вращаем один слой потуже. Все работает. Шестиугольники. Расцветка гладкая. Гладкая. Пятиугольники. Расцветка такая. Фибра. Либо пестрая. Что приятно. На наклейках изготовители или дизайнеры этих стикеров использовали оставшееся место. И здесь, если присмотреться, есть запасные наклейки на некоторые детальки. На шестиугольных стикерах только на маленькие. А на пятиугольных даже запасные центры есть. Но единственный минус, что эти запасные наклейки, если вот на фибра стикерах, они не будут совпадать по направлению. То есть центры мы не выдерживали, а остальной рисунок вроде должен быть одинаковый, как на исходнике. А запасные тогда уже совпадать не будут. Ну и думаю, это такое уже не страшное событие. Если вдруг что-то обдерется, можно заменить. И конечно, вот это выбрасывать не нужно. Логотипчик, наверное, должен напоминать букву R. Так как это Ray Minx, а Ray это имя дизайнера, который сотрудничает с Fairy Puzzle. Но, наверное, наклеили для красоты, пусть будет. Хуже вращаются, как я уже говорил, грани шестиугольные. Их нужно вращать только на 120 градусов. А иногда детальки выпадают. Сейчас попробую отдельно одну внешнюю грань повернуть. Это происходит, но я еще головоломку не смазывал. Но вращать можно. Полностью пока не перемешивал. Хочу немножко насладиться эстетикой. Но принцип сборки-то уже понятен. Если мы возьмем обычный скоростной Tatmings, то тут уже все понятно. И единственная сложность, может доставить, это перестановка углов в конце. И то делается модернизированным обычным трициклом. Из кубоидов, ну и из других головоломок. Здесь, я думаю, все будет то же самое. Но пока не пробовал. Это же все-таки версия 5 на 5. А значит, паритетов быть не должно. Красавчик. Так, сразу скажу, что если вы думаете его приобретать, сейчас уже я смотрел вчера на Алиэкспресс, он стоит около 10 тысяч рублей. К моменту выхода, это, наверное, недельки через две будет, не знаю, останется или нет. Сейчас там была одна штука в наличии. Можно было и еще купить. Может, где еще появится. Так вот, надо ли оно вам? Во-первых, оно продается только в разобранном виде. Собирается тяжело. Если вы не любитель механической сборки, то вряд ли удовольствие вам это принесет. К тому же, куча одинаковых деталек, которые, ну, легко перепутать. И потом можно расстраиваться, когда их приходится переставлять. Стоит не так, чтобы дорого. Это все-таки моя самая крупная головоломка. Хоть и не особо тяжелая, так как внутри пустота. Это как мячик. Но вращение не самое идеальное. Если на Татмиксе была проблемка, что иногда отскакивают крышки от деталек, от ребер. Их приходится вставлять обратно. Я туда подкладываю бумажки, чтобы поплотнее было. То здесь выпадают целиком детальки. И вот на месте дизайнеров этих деталек, не знаю, может технически сложно, но я бы делал детальки цельные, чтобы их по две штучки в одну не соединять. Это было бы, наверное, проще в механической сборке. Хотя технологически вряд ли не будут это переделывать. Доволен ли я, что купил и закончил сборку с помощью жены этой головолки? Да, очень доволен. Это отличный кандидат на анбоксинг номер 400. Я его давно хотел, все откладывал. Ну вот, все-таки смог приобрести. Жаль, что я его не купил тогда, когда он продавался собранному. Это было бы, конечно, получше. А так, это не очень стабильная, но монументальная головоломка, которая собирается очень много-много часов. Когда-нибудь я это сделаю. Обязательно буду смазывать, потому что вращение вот этих вот шестиугольных центров туговатые, и, наверное, детальки притрутся, и вылетать будут поменьше. Но как-нибудь соберу. Ну, вряд ли это за раз, но в скором времени буду перемешивать. Это все-таки пазл, чтобы на него смотреть и любоваться. И, вероятно, многим хватит просмотра этого видео, и покупать уже не захочется такую головоломку. Не знаю. Вероятно, это единственное видео на русском языке с обзором Raymings. Может быть, я ошибаюсь. Но я доволен, что все вот это закончилось, и теперь можно его хорошо покрутить. Если какая-то деталька выпадет, пока еще не перемешанная, я ее на место вставлю, потому что цвета уже есть. Здесь, когда мы наклеивали стикеры, было удобно, что под них есть место. Детальки немножко вдавлены. То есть, есть пространство, куда вставлять этот стикер. Ну, я не знаю, как уже нахватило терпения. Даже она уже под конец была не рада, что согласилась мне помочь. Ну, а я рад. Raymings, анбоксинг номер 400. Я не знаю, что придумать на анбоксинг номер 500. Он и этот еле смог состояться. У меня были запасные вариантики попроще. Но все сложилось хорошо. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.